А вот и август настает, жара немного достает. Созрели яблоки и груши, но винограда ты покушай. В поход собрался, так иди, рюкзак с собою не бери. Доверься матушке природе и пообедай в огороде. С утра промчися, пороси, и подивись вокруг красе. Красе, что лето подарило, а вас загаром наградила. 30 августа, день Мирона, назван в честь памяти святого мученика Мирона. В день праздника Рождества Христова, Егемон, Антипатр решил христиан предать мучением. Святой Мирон стал его укорять. За это Мирон был взят и предан жестоким мучениям. Его строгали железными гребнями, пытались сжечь печи. Ангелы охладили печь, сдирали кожу, бросали к зверям. Но святой оставался живым и невредимым. Антипатр так преисполнился гнева, что своими собственными руками умертвил себя. Обычно на Мирона дули ветры, поэтому он получил название Мирон-ветрогон. Было у этого дня и другое название – вдовьи-помочи. В этот день помогали сиротам, дувам и семьям, лишенным кормильцам. Говорили, на вдовий двор хоть щепку кинь. Соседи помогали косить сено, удобрять поля, рубили дрова и иное. Хозяйки сегодня вырезали побеги малины, которые в этом году уже принесли ягоды. Подкармливали почву, используя раствор на основе калия. Начинались листопады, а птицы улетали в теплые края. Приметы. Если на восходе солнца небо красное, погода будет ветреной. Солнце садится в тучу, в ближайшие дни будут дожди. Полетела паутина в этот день, установится солнечная погода. У нас просто-напросто, знаете, получается структурированная вода, щелочная по своим свойствам, которая хорошо растворяет вредные отложения, быстренько выводит их из организма. И за счет этого наша кожа получает передышку и начинает восстанавливаться. В результате многие кожные заболевания проходят, потому что они вызваны именно тем, что наш организм перестал нормально работать. Кстати, а вот сок огурца с медом, его можно использовать при различных заболеваниях верхних дыхательных путей. При этом, значит, употребляют по 2-3 столовые ложки 3 раза в день. Давайте сделаем и этот сок. Мы с вами просто-напросто берем огурчик, освободим кружечку, берем огурчик, выдавливаем с него сок. Вот у нас получился сок. Теперь добавляем сюда мед. Мед добавляем по вкусу. Слишком много ему надо, но тем не менее. Вот. Размешиваем. Я думаю, получается такая хорошая, приятная жидкость, обладающая таким красивым вкусом, что ее будут охотно пить и взрослые, и дети, и пожилые люди, и получать только облегчение. При этом простудные заболевания у них будут отступать, что немаловажно. И, кстати, он оказывает выраженное бактерицидное действие, потому что мы сюда добавили мед. Пробуем. О-о-о! Отлично! Отлично! Кстати, великолепный вкус. И важно отметить, что такой сок еще улучшает память. Он препятствует развитию атеросклероза, успокаивает и укрепляет нервную систему, сохраняет свежесть и тонус кожи. За счет чего он все это делает? А за счет того, что сразу же структурированная жидкость, которая здесь имеется, быстренько поступает к нам в кровяное русло, она очищает печень, она очищает почки, она делает желчь более текучей, и, естественно, идя по сосудистому руслу, она начинает его промывать, растворять различные отложения и вымывать их быстренько из организма. Вот, поэтому у нас улучшается проницаемость, вернее, доставление крови к головному мозгу, а раз кровь хорошо поступает к головному мозгу, у нас исчезает старческая слабоумие. И важно отметить, я уже до этого говорил, что действие огуречного сока, он сам по себе, видите, зелененький, а зелененький сок, вообще зеленый цвет, способствует тому, что он успокаивает, снимает различные воспаления, в сочетании с другими соками, он усиливает свое воздействие, то есть становится более сильным, более мощным. Например, его можно пить с яблоками, и сейчас мы с вами сделаем яблочный огуречный стук. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов ПРО. Доброго здоровья и до новых встреч!